Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной рассвет. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Биткоин поднялся до 55 тысяч. Это хорошо. Посмотрим, как там будет дальше. Сделаем теханализ биткоина. Я также покажу свой торговый аккаунт на 570 или сколько? 580 тысяч долларов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Рынок без особого движения. Доджкоин немного подрос. Илон Маск о нем твитит. МСРТ плюс полпроцента. Биткоин плюс 1,3. Давайте начнем с месячного таймфрейма. 24 дня остается до закрытия свечи. Стохастик направлен вниз на недельном. Стохастик в перепроданности. Объемы неплохие. Хорошие были объемы. Закончилась эта неделя. А, нет, еще не закончилась. Еще 27 минут остается до закрытия недельной свечи. Но не вижу какой-то информации. Криптогуру-бот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу и пока что не давал на покупку. Стохастик направлен вниз. Опускаемся на дневное. А здесь вы видите этот паттерн. Я вчера его прорисовал. Это нисходящий клин. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх. И цель тут 64 тысячи по выходу из этого клина. 63 тысячи 800. Я уже, честно говоря, не думаю, что биткоин опустится ниже 49 тысяч. Поэтому поднимаем эту торговую идею. Эту поднимаем еще выше. Попытаемся поймать этот нисходящий клин. В нем поторговать. Да. Две такие торговые идеи. Первая, заходим на 52,525. Стоплос 51,553. И тейк профит на 105 тысяч. Соотношение риск-прибыль 55,96. Риск 972 доллара. Заработать можно 54 тысячи. С десятом плечом будете торговать, заработаете 540 тысяч долларов. По второй торговой идее. По второй. Цена входа 49,273. Стоплос на 48,801. Риск 472 доллара. Заработать можно 59 тысяч. Это в расчете на один биткоин. Без плеча. С десятом плечом заработайте 590 тысяч. Вот две такие торговые идеи. На биткоине. Первая, более рискованная. 52,525. Перейдем на 4 часа. Здесь стахастик направлен вверх. Объемы растут. Больше никаких паттернов не вижу. Кроме этого большого нисходящего клина. Все. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Если у вас какой-то неудачный опыт на других биржах, то переходите на Bybit. Высокая ликвидность, низкие комиссии и так далее. Лучшее, короче. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Там я все подробно объясняю, как торговать, как проводить теханализ. Получайте там торговых ботов. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Переходим теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня 583 300 долларов. Опускался на 565 тысяч. По месяцу я заработал. Самый низ был 564. А вчера было 565. То есть, по факту, ничего не заработал за месяц. Ну а потом вот 583. Получается 565, 583, почти 20 тысяч долларов. Но был-то заработок уже 100 штук у меня. Сделка по биткоину в минусе на 19400. Но мне платят за удержание этой позиции. А, уже и не платят. Ставка финансирования позитивная теперь. Но я собрал крупную позицию. Смотрите, где я продавал биткоин. По 65 тысяч. Всех предупредил и сам продал. И затем я начал перезаходить. Единственная проблема, что слишком рано начал это делать. А нужно было просто подождать 54. И там уже затарится. Тем не менее, это позволило мне собрать такую позицию на 430 тысяч долларов. Также, я уже не полностью в кэше. Посмотрите разбивку. 10% у меня в доджкоине. В USDT только 40%. Доджкоин я купил, потому что... Кстати, Илон Маск тоже твитит про доджкоин. Посмотрите мои покупки на доджкоине. Я тоже набираю доджкоины. В этой зоне я продал перед падением. И теперь подбираю. Больше чем полмиллиона доджкоинов. USDT на 40%. 206 тысяч. 1.66 биткоина на 18%. MCRT на 13%. Uniswap на 8%. Ethereum 7%. И Pocket 2%. Вот то, что я держу на этом аккаунте. Теперь давайте сделаем теханализ эфира. И затем почитаем ваши комментарии. Ethereum 2296. Близко подошел к цене активации. По моей торговой идее. И честно говоря, тут похоже на двойное дно. Но я бы оставил эту торговую идею. Потому что легко, если прольется биткоин, то и эфир может ее активировать. Заходим на 2148. 100+, на 2.129. Или чутка поправим. Подождите. 2121. И Take Profit на 4700 долларов. Соотношение риск-прибыль 94. На каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете заработать 94 доллара. Теперь давайте почитаем ваши комменты. Привет, гуру. Скажи, почему ты больше не интересуешься ворлдкоином? И по какой цене лучше инвестировать в доджкоин? Я не то, что уже потерял интерес к ворлдкоину. Я хочу купить больше. Но я... Да, обычно я... Максимум я держу 5 разных активов. А 5 у меня уже есть. Уже затарился. Доджкоин. Биткоин. Юнием. МСРТ. Эфириум. И Покет. Уже 6. Больше набирать не хочу. Но ворлдкоин, если будет падать дальше, на 98 центов, то возьму. И по какой цене лучше инвестировать в доджкоин? Доджкоин, я думаю, что будет расти. Пампанет. Что я вчера затвитил. Вернее, ретвитил я. Подписывайтесь обязательно. И вот, смотрите, Илон Маск твитит прям два раза. Вчера он твитнул. Министерство эффективности управления. Сокращенно. Доги. Трамп хочет пригласить его в правительство. Чтобы сделать это правительство эффективным. Такое. И затем снова. Три часа назад. Сокращать бюджет непрактично. Мы должны вас больше обложить налогами. Так они говорят, пока тратят сотни миллиардов долларов на то, чтобы нанять для своих прогрессивных друзей еще больше прогрессивных активистов. Джо Лонсдейл написал, а Илон Маск ему такой отвечает. Джон, не хочешь ли ты присоединиться к моему Министерству эффективного управления? И затем я тоже такой включаюсь. Говорю, Доги, отличный департамент. Полетели на Луну. И я говорил об этом, если вы помните, в 2021 году. Я все это предсказывал. Предсказал, что Илон Маск снова вернется к Додж Койну и помпанет его. Я постараюсь найти этот твит, кто это по... А, вот, смотрите. Это было в 2021. Это название моего видоса. Илон Маск будет делать всех богатыми через Додж Койну. Я такой говорю. Я надеюсь, все обратили внимание на эту ветку и посмотрели мое видео про Илона Маска и Додж Койну и криптовалюты. И затем Додж Койн помпанул с 3 центов до 17. Сделал 600 процентов. Каждый раз, когда Илон начинает говорить про Додж Койн, не пропустите. Нашел скриншот из 2017. Биткоин стоил 2800 долларов. Эфириум 2600. Прошлого больше не существует. Это прошлое. А будущего еще не существует. Это будущее. Вы просто все это воображаете. Это только ваши мысли. Существует только настоящее. Этот момент. Дышите, наслаждайтесь текущим моментом. В общем, всякое разное у меня в Твиттере. Опять же, Илон Маск. Два раза. И я покупаю Додж Койн в итоге. Именно поэтому. И сейчас я держу Додж Койна. Насколько? На 54400 долларов я держу Додж Койна. Давайте возьмем еще на пятерик. Но я уже, хотя много денег потратил, могу из Биткоина что-то вывезти. Потому что Биткоина у меня много. 1,66 еще на деривативах. Так получается, сколько? Много. Лучше было бы иметь больше Додж Койна. Потому что Илон Маск что-то обязательно скажет. Поэтому нужно, нужно срочно набирать Додж Койн. На 5000 по текущей цене. И еще на 5000 долларов. Чуть пониже. Поставим, ставим скорее заявки. Берем на 10 тысяч долларов Додж Койна. Теперь у меня USDT 206 тысяч. И Додж Койн на 64 тысячи. Как только эти заявки, которые я поставил, сработают. Возвращаемся на комментарии. Я думаю, что Биткоин уже нащупал дно. Почему у тебя в портфолио нет Соланы? Она растет лучше Эфира. Я уже объяснил почему. Потому что 5 активов у меня уже есть разных. Не хочу набирать больше. Минус 25 тысяч долларов. Нихера себе. Что если опустится на 47? Ты потеряешь все деньги. Но сейчас уже не минус 25. Минус 19. Я не потеряю деньги, потому что я добавлю маржу. Вот у меня цена ликвидации на 47 800. И допустим, я хочу опустить. Я докину еще 10 тысяч маржи. И тогда цена ликвидации будет 46 500. Если я добавлю 40 тысяч долларов, то цена ликвидации будет 42 500. То есть я буду просто регулировать ликвидацию. Но вопрос хороший. Спасибо. Думаешь ли ты, что Эфир еще вырастет на этом бычьем цикле? Потому что пока выглядит слабовато. Да, я думаю, что будет расти, потому что Эфириум и Тиев уже запущены. Сначала там были продажи на Эфириум, а затем покупки. Вышел из нисходящего клина. Прекрасно. Обязательно присоединяйтесь к моему телеграмму. 150 трейдеров онлайн. Но остерегайтесь скамеров. Скамят и спамят. Если что подозрительное, пишите админам. Тон нарисовал двойное дно. В общем, тут много разного всякого трейдеров, которые торгуют вместе, общаются. Рисуют графики. 150 трейдеров онлайн. Прямо сейчас. Так что присоединяйтесь. Ну что ж, на этом все на сегодня. Прошлись по рынку. Всех люблю, обнимаю. Под видео полезные ссылки. Биржи. Также курсы. И телеграм. Всем желаю хорошего дня. И посмотрим, что там скажет Илон. Доджкоин, доджкоин, доджкоин. Он постоянно говорит про доджкоины. Он привлекает молодых, новых людей. Новое поколение. Умное. Это для них сигналы. Он их хочет богатыми сделать. Илон Маск самый богатый человек в мире. Многие думают, что он работает для себя. Но нет. Он работает для людей. Для молодых. Чтобы сделать их богатыми. И доджкоин это прекрасный пример. Как распределить богатство. Вот он, додж, додж, додж. Большими такими буквами прям. Сигнал такой посылает. В 21 году он такое делал. Когда с 3 центов до 17 поднялся. А я это предсказал. И так я, кстати, и стал знаменитым. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok